В эфире городские подробности программа о самых актуальных и интересных событиях прошедшей недели в Архангельске. В студии телеканала ПС Елена Гончарова. Здравствуйте. В начале программы о главных темах, которые обсуждались на еженедельной планерке в мэрии областного центра. А именно, готовность домов Архангельска к зиме, работы по благоустройству города, а также приведению в надлежащий вид детских площадок. Подробнее в нашем сюжете. 917 многоквартирных домов. Именно столько объектов жилфонда готовы встретить зиму на 100%. В остальных плановые работы продолжаются. Согласно графику, к холодам готовятся и локальные котельные. В штатном режиме идет ремонт на городских теплосетях. По отключению горячей воды сегодня 124 дома включаются. Это Майская горка, Ломоносовский округ. И 122 дома отключаются по Октябрьскому округу. 4 по 18 августа. Важным вопросом совещания стало благоустройство города, а именно по Костровы. Вторая его волна началась в Саламбальском и Октябрьском округах, а также в Майской горке. Маймаксанский округ начнет работы 1 августа. Главы районов также доложили мэру Архангельска о результатах проверки детских игровых площадок. Ревизия проведена. Есть замечания, основные связанные с заменой некоторых элементов. Так, в целом, все в рабочем порядке. Мэр Виктор Павленко поставил главам округов конкретную задачу. Осмотр и ремонт всех 220 городских игровых площадок должен быть детальным и оперативным. О сокращении их количества не может быть и речи. Сейчас мы будем понимать общую картину. И меньше детских площадок не должно становиться. Поэтому в бюджете следующего года, в разрезе округов, у нас специальной программы сейчас нет. Но по программе благоустройства они могут идти. Поэтому еще раз вместе с депутатами обсудить, чтобы у нас детских площадок не уменьшалось в связи с вот этой ситуацией. Они все-таки восстанавливались, ставились новые и появлялись еще новые площадки. Поэтому обращаю внимание. Торжественным моментом планерки стало награждение подростков из Маймаксанского округа. 30 июня во время пожара на улице физкультурников ребята спасли жизни 10 человек. Начали сначала тушить так, бедрами. Потом вызвали уже пожарных машин. Потом начали уже вытаскивать детей со второго этажа. И на второй этаж уже никак ползти уже никак было. Снимали со второго этажа 2-3 человек. За проявленный героизм во время ликвидации пожара ребята получили благодарности мэра Архангельска и памятные подарки. В Архангельске разворачивается обсуждение нового областного закона о местном самоуправлении. 19 августа на рассмотрение регионального правительства будет вынесен проект, который определит организацию власти для всех 226 муниципальных образований. Споров о нововведениях очень много. А вот времени до окончания его разработки остается все меньше. Своё мнение по поводу нового законопроекта высказывают представители городского совета ветеранов. Сломать проверенную временем систему управления городом, разделив его на несколько районов со своими штатами работников – таковы перестроечные планы областного правительства. Региональная власть также предлагает ввести институт сити-менеджера, назначать которого будет губернатор. Но самое странное с точки зрения людей инициатива – отнять у архангелогородцев право избирать мэра всенародно. Я, насколько знаю, в ряде регионов нашей страны был проведен такой опыт по введению сити-менеджеров и по передачам телевидения. Ни в одном из регионов этот институт себя не оправдал. Потому что сити-менеджер – человек, наёмный работник. Он не несёт никакой моральной ответственности перед жителями города, потому что его не избирали, а его назначали. Миссия назначенца, по версии разработчиков обновлённого закона, заключается в стратегическом планировании, умении привлекать инвестиции и изыскывать ресурсы. Однако все эти умения и навыки априори должны быть у любого руководителя любого города. А иначе как ремонтировать дороги, строить жильё и выполнять обязательства перед избирателями? К тому же, если многочисленные задачи муниципальной власти никак не подкреплены деньгами, вряд ли введение новой должности вместо мэра увеличит темпы строительства новых дорог и жилья. Нельзя исключить и корыстный интерес этого сети-менеджера, назначенного олигархическими группами, с вполне определёнными целями – растащить и без того скудный городской бюджет по своим карманам. И самое важное, по мнению экспертов, введение института сети-менеджера и отмена прямых выборов мэра ставят под угрозу как легитимность власти, так и сохранение управляемости сложным коммунальным хозяйством. Город – это большой дом, которым надо, извиняюсь, и печки топить, и дрова рубить, и всё это заготовлять, и чтобы печка работала, то есть канализация в городе и водопровод, чтобы всё это работало. А если сети-менеджер будет, извините меня, ввести политику города, распоряжаться финансами, то, что будет делать тот человек, который будет сидеть на хозяйстве, а я так понимаю, это будет новоиспечённый мэр, то есть он будет полностью зависеть от того человека, которого назначат. Он будет обязан выполнять его распоряжение. В угоду это городу или нет, это уже будет вторично. Я, конечно, целиком за то, чтобы оставить всё по-прежнему. Конечно, оставить мэра, тем более мы его уважаем, мы его поддерживаем, он нас понимает. Оставить совет депутатов, как есть, председателям. И, по-моему, не надо никакого менеджера, сети-менеджера. Мне кажется, что всё оставить по-старому. В целом изменения в законодательстве предполагают реализацию разных вариантов организации местного самоуправления, прежде всего в городских округах. Но ни одна из моделей не является обязательной и единственной верной. Таким образом, депутаты областного собрания, принимая региональный закон, могут оставить нынешнюю систему, выборность мэра, депутатов и единый городской округ, без изменений. Это будет соответствовать целям, для которых и существует местное самоуправление. Ведь структура его органов, согласно Конституции, определяется населением самостоятельно. В Архангельске за сохранение прямых выборов мэра как главы города и исполнительной власти уже высказались депутаты Гурдумы и представители Городского совета ветеранов, а также все фракции Гурдумы, КПРФ, Единая Россия, Справедливая Россия, ЛДПР. Этот вопрос обсудили и члены молодежных объединений столицы Поморья. Молодежь Архангельска заботит будущее родного города. И у современного поколения должно быть право выбирать это будущее. Поэтому представители молодежных объединений столицы Поморья выступают за прямые выборы мэра как руководителя исполнительной власти города. Надо понимать четко, что если мы говорим о сети-менеджере, то мы говорим о том, что мы уже не выбираем нашу главу. То есть народ уже не может высказать свое мнение, свое слово, и от него уже мало что будет зависеть. Поэтому я, например, мое личное мнение, что надо выбирать наших глав, чтобы мы хоть как-то были причастны, во-первых, к всему, что происходит в нашем государстве, а во-вторых, чтобы мы имели свою ответственность. Архангельская молодежь активно изучает информационное пространство, внимательно следит за обсуждением в соцсетях вопроса о том, какой будет городская власть. И большинство уже знают от своих знакомых из других городов об институте сети-менеджера. Вносить что-то новое – это всегда очень просто, но последствия могут быть как негативные, так и позитивные. А опыт других городов говорит нам о том, что негативных последствий больше. В ряде регионов ведь уже пробовали вести такой институт сети-менеджера. Он эксперимент провалился, скажем так, поскольку на часть лиц вообще были заведены уголовные дела, и я не считаю, что именно в данный момент такой институт как сети-менеджер нужен нам. Сети-менеджер, он избирается частью представителя от Архангельской городской думы, частью от лиц, назначенных губернатором. Комиссия – это не постоянно. То есть от кого будет зависеть, ну то есть перед кем он будет отвечать, тоже не совсем ясно. Молодежь всегда была особой категорией общества. И всегда в молодежных организациях работали именно выборные институты. А потому новое поколение архангелогородцев хочет участвовать в формировании городской власти, а не подчиняться назначенному сверху сети-менеджеру. И молодежь Архангельска сможет сделать правильный выбор. В рамках работ по благоустройству в округах Архангельска продолжается кошение травы. Первая волна покоса завершилась 27 июня. Вторая началась несколько дней назад. За ходом работ следит и наша съемочная группа. Запах свежескошенной травы окутал округ Майская горка. Здесь продолжается вторая волна покоса. Московский проспект преобразился. Точно английские газоны. Сейчас бригада администрации округа избавляет землю от зеленых сантиметров по улице Галушина. Общий объем работ 153 тысячи квадратных метров за сезон. Администрация специального округа отвечает за территорию общего пользования. Это газоны, располагающиеся вдоль проезжих частей, детских площадок, парков, скверов. Скошенную траву соберут в мешки и отвезут на городскую свалку. Такую работу проделают и в других округах Архангельска. У придомовых территорий ей занимаются управляющие компании. В Соломбальском округе на улице Мещерского, 17, эстафету на ведение порядка и чистоты подхватила управляющая компания УК-9 «Наш дом». В рамках, я считаю, правил по благоустройству надо выполнять свои обязанности. Мы уже подкашиваем второй раз, и поэтому в Майской горке, в Аравинофактории практически все завершено. И вот завершаем уже в Соломбале. Результатом работы своей УК-9 «Наш дом» жильцы Мещерского, 17, довольны. И этот год, и прошлый год косят. То есть мы слышим, из дома слышим, что косят. Молодцы. Хочется, чтобы и жильцы сохраняли чистоту и ухоженность рядом с домом. Вопрос благоустройства стал одним из ключевых в ходе рабочей поездки в округа мэра Архангельска Виктора Павленко. На что обращаю всегда внимание, и особенно в этот период, это кошение травы. Прежде всего, хочется, чтобы наш город был приглядным. Особенно это места общего массового пребывания людей. Конечно, на мой взгляд, три округа. Маймаксанский округ мне больше понравился. Наверное, Северный. В Соломбальском округе есть замечания. Это первое. Конечно, чистота на контейнерных площадках. Это то, что бросается в глаза, и то, что оно бросается всем, не только мне. Аккуратные и чистые газоны появятся в каждом округе Архангельска к 18 августа. Тогда завершится вторая волна покоса травы. В Архангельском городском центре технического творчества и досуга школьников занимается более 3,5 тысяч детей и подростков. В рамках рабочей поездки в Ломоносовский округ в одном из зданий центра побывал мэр Архангельска Виктор Павленко. На капитальный ремонт трехэтажного корпуса центра технического творчества и досуга школьников расположенного на территории школы номер 17, мэрия выделила более 2 миллионов рублей. Помимо обновлений косметических, появились технические. Ребята теперь постигают азы военного дела с помощью современного гаджета – электронной доски. Ну, здесь даже больше... Конструируют какие-то, то есть в электронном виде. Придумают чего-то, потом уже в виде лего собирают. Создается. Проектируют. Проектируют здесь? Конечно. Ясно. Это хорошо. Занятия лего-конструированием проходят на третьем этаже здания. Учебный класс здесь был переоборудован из чердачного помещения. Но масштабы центра этим не ограничатся. По решению мэра Виктора Павленко на острове Краснофлотске и учреждению передан участок площадью 28 гектаров, где разместится настоящий технопарк с гоночной трассой. Я такое решение принял. Очень хорошо. Главе об этом сказал. Поэтому вы отрабатываете для того, чтобы смежевать. И в следующем году уже мы там были полноправным хозяем. И все было под нашим контролем. Мы можем межевать всю территорию Краснофлотска, вот именно в том, кроме приближной зоны, естественно. Кроме приближной зоны. Все территория будет технически, ваш центр отдан. Поддержал Виктор Павленко идею строительства на Краснофлотском парашютной вышке. Кстати, на острове уже работает военно-патриотический лагерь для будущих защитников Родины. Буквально 18 числа открывается лагерь на 5 дней. Там будет участвовать 60 подростков. И в принципе у нас там база готова. На сегодняшний день мы готовы уже принять детей. Всячески стараемся развивать дополнительное образование в городе Архангельске. Особенно нас волнует категория ребят, начиная с 6 лет. Вот такая категория 6-8 лет до 10 лет, которая не охвачена этим. Поэтому мы используем все возможные способы. Конечно, главная задача стоит, бывшую 41-ю школу, которая находится напротив Красной кузницы, сделать городским домом, дворцом дополнительного образования. Есть проектно-сметная документация, и будем ее ремонтировать. И это такая задача. В будущем муниципалитет планирует отремонтировать и пристройку корпусу центра. Там появится тир с пятью огневыми рубежами, где заняться стрельбой смогут одновременно 20 ребят. Ход работ здесь городоначальник будет держать на личном контроле. С городскими подробностями прошедшей недели вас познакомила Елена Гончарова. Следующий выпуск программы смотрите 24 августа, как обычно, по воскресеньям в 10 и 18 часов на телеканале ПС и на сетевизоре портала «Правда Севера». Мы всегда готовы выслушать ваши пожелания и предложения. Телефон редакции телеканала 650 720. Всем хороших новостей и удачного дня! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok